Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, ребят, поговорим мы с вами о канале Ольга Уралочка Live. И я хотела бы, ребят, с вами поделиться одним письмом, которое я получила на почту от своей подписчицы, от своей зрительницы. Конечно же, письмо довольно и странного, и интересного характера, вернее содержания. И сразу я хочу показать, что это именно письмо. А то, знаете, набегают же всякие там хомяки уральские и начинают там трындеть, что я сочиняю. Но я хотела бы поделиться, ребят, и с вами обсудить это письмо. Вы знаете, я на такие темы вообще не люблю говорить. Это темы более личного характера. Но я потом вам поясню, почему же я решила обсудить это письмо. Ну что, поехали! Оля, здравствуйте! Совсем не ожидала узнать новость про Кочуру. Предыстория. Москвичка не так давно вышла на пенсию, захотела купить дом в Московской области. Созвонилась с моими знакомыми, они продают наследственный дом. Они попросили меня присутствовать при просмотре. Разговорились, затронули последнее событие, плавно перешли к обсуждению таджиков. Я стала рассказывать про зигавантов из Ревды. Она такая из Ревды, кто такие? Я рассказала про Уралку и назвала ее фамилию. Она так удивилась. Оказывается, она приезжала в гости к своей родственнице в Ревду. А ее мать Ольги знала и рассказывала про эту семейку и про Ольгу. Родные с этой Ольгой намучились. У нее как бешенство матки было. Кто только с ней не был, в конце концов, мать настояла кочуре и сделали стерилизацию. После операции она притихла и не стала такой бешеная. После замужества сначала все было нормально, а потом говорили, что она по компаниям начала ходить. Галинка-малинка как-то говорила в своих видео, что у кочуры борода и усы растут. Я еще тогда подумала про стерилизацию. А оказывается, это правда. Конечно, эту правду скрывали от всех, но мать Уралки делилась с подругой-соседкой, а соседка делилась с подругой-родственницей. Еще раз напомню, что это просто письмо, которое я получила и решила с вами обсудить. На самом деле, я, наверное, не понимаю чего-то, потому что я не понимаю, что такое стерилизация. Может быть, мне кто-то объяснит. Нет, я знаю, что такое стерилизация у животных, у кошек, у собак. И я периодически стерилизую животных для того, чтобы не плодились, не размножались и чтобы не умирали от голода и холода. Ну, а как понимать стерилизацию у людей? Я, если честно, даже загуглила, что женская стерилизация – хирургический способ контрацепции чаще всего с необратимым исходом. Суть хирургической стерилизации женщины состоит в искусственном нарушении проходимости маточных труб. Их перекрывают специальными приспособлениями, нитями, кольцами. Ну, я, конечно же, не верю тому, что там у Уралки была какая-то стерилизация. Возможно, эта знакомая подруга чего-то наплела, чего-то наговорила. Я не верю в это, для чего это нужно было именно Уралочке. Для меня, ну, это как-то совершенно непонятно. Ну, а то, что она женщина была лёгкого поведения, в это я, ребят, поверю. В это я поверю. И я думаю, что вы тоже в это поверите. И это не обязательно, чтобы мне кто-то об этом сказал. Это не обязательно, чтобы мне кто-то об этом там в письме написал. Это достаточно увидеть на Уральском канале. Ребят, давайте вспоминать. Пошевелим мозгами огурцы, кабачки и этот ржач бесконечный. Морковка. И сразу намёк. Это не то, что вы думаете. Это развратные мысли Уралки. Огурцы, кабачки. А за что вообще адекватный человек, нормальный человек? Даже человек, у которого нет партнёра, партнёрши, не будет думать на эту тему, если нет развратных мыслей в голове. Ну, согласитесь, даже незамужняя женщина, незамужний мужчина не будет об этом фантазировать в башке, а ещё и выдавать публике такие вещи. Ну, серьёзно. А ещё вот буквально до того, как я получила письмо, я пересматривала в телефоне у себя видео, чистила телефон, что удалить, что оставить, и наткнулась на стрим. На стрим как раз-таки там, где Сафар твердил, что курит на свай. И как раз-таки я делала запись экрана. И там ещё один кусочек был, где я делала запись экрана, где кто-то там уралке чё-то написал, да, такое пошлое. И уралка с Сарафаном вдвоём не могли успокоиться. И резиновый гусь, и резиновый, сами понимаете, что ещё. И Сарафан кричал, что резиновым гусём всё можно разорвать и порвать. Вы можете себе представить? Вы можете себе представить обсуждать такие вещи? И ещё и ржать. Вроде уже старая бабка, блин. А этот молодой жеребец... И мне даже страшно представить, что они вытворяют, ребят. Когда они эти мысли свои из головы ещё и выдают зрителям. Но это ужас какой-то, ребят. А леденец в торговом центре? Вы вспомните леденец, как она нализывала? Я просто была в шоке. Да, ребят, это какой-то кошмар. Чтобы у бабки в голове было столько фантазий. А ещё вспомните Сарафана и Помидоры. Как они там назывались? Казанова, что ли? Я их в руки брать не буду. Я не буду их в руки брать. Бери сама, фу! И дёргается. Это какие фантазии в голове? Помидор. Просто помидор. Он не круглый, а он продолговатый. Это что? Это что в голове у мужика? Ну, а у бабки мысли про баню. Мы бы вам показали, как мы там сидим в бане паримся. Но Ютуб не пропустит. Ой, а мы с Сафаром в баньке были. И всё это банька. И всё этот разврат в голове. Поэтому, ребят, я вполне могу поверить, что она была тётенькой лёгкого поведения. И неспроста когда-то писали на её канале про то, что она шлялась там по мужикам и мужиков таскала. И неизвестно, что устраивала. Я вполне это могу поверить. В это могу поверить, ребят. Да. Не обязательно, чтобы мне кто-то там написал даже письмо. Просто это совпадение такое. Я получила письмо. Мне было даже интересно его почитать. В принципе, не собиралась делиться с вами. Но вот перебирала в телефоне, значит, видео. И удаляла ненужное, чтобы освободить место. И вот как раз-таки наткнулась на этот момент в стриме с гусём. С резиновым гусём, который там всё порвёт. Купите себе резинового гуся. Купите себе там ещё что-то резиновое. А Уралка кричит, а у меня есть. А у меня настоящий есть. Не резиновый есть. Вот вы представляете? Престарелая бабка, которая едва ходит. И у неё такие фантазии в башке. Ну, это просто ужас. Поэтому тут, если пересматривать Уралкины все видосы, можно понять. Можно понять, какая она была, какая она есть до сих пор. Ну, единственное, что этот момент, да, стерилизация меня немного напряг. И я восприняла, что, ну, это никак не относится к Уралке. Зачем? Для чего всё это нужно было? Может быть, может быть, там и действительно были знакомые, кто там знал эту Уралку. Может быть, о ней и говорили. Но со стерилизацией, я думаю, что на самом деле, ребята, это правда какой-то перебор. Я думаю, что вы такого же мнения. Хотя, ну, кто знает? Правду знает только Уралочка, но она никогда её никому не скажет. Она привыкла всю жизнь врать, всю жизнь бухать тоже. Не без этого. И поэтому правды от неё ждать не стоит. В общем, мои хорошие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока.